Был вечер Он опирался рукой по камням, ступая босыми ногами. И было все тихо и глухо кругом. Одни только сосны росли вековые, одни только скалы торчали седые косматым и влажным покрытым хом. Но мальчик устал. Ягод свежих отведатель, просто слепца он хотел обмануть. — Старик, — он сказал, — я хочу отдохнуть, а ты, если хочешь, начни проповедать. С вершины видали тебя старики, какие-то старцы стоят на дороге, вот, жены с детьми. Говори им о Боге, о сыне распятом за наши грехи. — И старца лицо просияло мгновенно, как ключ, пробивающий каменный слой из уст его бледных. Живой рекой высокая речь потекла давнаемно. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе небо являлось. Дрожащая к небу рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. Но вот уж сгорела заря золотая, и месяца бледный луч в горы проник, в ущелье повеяла сырость ночная. И вот, проповедуясь, слышит старик, зовет его мальчик, смеясь и толкая. — Довольно! Пойдем! Никого уже нет! Замолк грустно старец, главой паникая. Но только замолк он от края до края. — Аминь! — ему грянули камни в ответ. Душа, не уставай, Творца ты, славить его величие. Доброту, не уставай! Спеши прославить за дар спасения. Доброту, спеши ты всем сказать о Боге, что жизнь твою всю изменил. Кто чудным светом из чертога темницу сердца озарил. Не умолкай, пусть люди слышат. Спеши сказать друзьям и недругам твоим, Как этот проповедник Беда во всякий час хвалу твори. Не умолкай, пусть люди слышат. А если нет, так что же, друг, умолкнем мы, То камни скажут о Боге дивном миру вслух. Аминь.